Я проснулся утром шестого. Если вы думаете, что блеск моих глаз был введен до горизонта, то вы ошибаетесь. Я хочу вам напомнить, что ночью шел дождь. Когда идет дождь ночью и ты спишь, ты испытываешь определенные телесные и душевные наслаждения. И никогда не думаешь о том, что будет утро. Но утро все равно приходит рано или поздно. Есть у него такая нехорошая привычка. И вот он пришло это утро. Ты открываешь глаза и моментально на тебя падает стопудовая мысль. А ночью был дождь. И мост такой спрашивает, и что мы будем с этим делать? А ты говоришь, будем ждать. Ждать чего? Отвечает мост. У моря погоды, до моря еще далеко. Будем ждать температуры. Если повезет и солнце немножко потрудится в поте лица, то будет тепло. Если будет тепло, то к обеду более-менее подсохнет. Зачем? Зачем ты это делаешь? Зачем такие трудности, когда можно было всего лишь только найти девчонок, двух, блондинку и брюнетку? Они бы носили тебя на руках и тебе не нужно было бы ходить по мокрому лесу, что натирало бы тебе между ног, и в итоге ты бы перестал бы физически способен передвигаться. Такое было уже как-то 10 лет назад, но не у меня, потому что я был-то хитрый уже. Когда все шли в штанах по мокрому лесу, я надел шорты короткие и такие с шелковистой поверхностью. Поэтому к концу дня, когда выяснилось вдруг вечером после ужина, что половина отряда на завтра может идти только позе монголов-наездников, у меня было все в порядке. Практически все в порядке. Легкие, легкие, потертые. Поэтому, зная о такой проблеме, всегда нужно брать с собой в поход блондинку и брюнетку. Они будут вас перетаскивать через мокрую траву и проблем не будет. Проблема только в том, что где бы найти такую блондинку и брюнетку. Поэтому, если среди вас найдутся зрители и слушатели блондинки и брюнетки, пишите мне в личку. Я обязательно рассмотрю ваши многочисленные заявки и перезвоню вам. Ну а пока я понимаю, что брюнетка и блондинка где-то не в этой сетке координат, я вышел на улицу, посмотрел на небо и меня приятно удивили. На небе было солнце. Ясно было, что солнце сегодня будет в ударе. Оно будет жестко ударять своим молотом по мокрой траве, несмотря на то, что она там прячется где-то под пологом леса. И к обеду будет достаточно прилично сухо, чтобы мои промежности не натерлись. И полдень не замедлил явиться, причем ровно в полдень. Судя по первым отрывочным разведданным, листья в лесу сильно подсохли по сравнению с утренними часами наблюдения. Но все равно пришлось сильно окунаться в воду. В воду бассейна ручья Ветвисты, который оказался хоть и многоводным, но весьма мелким. И начались первые минуты тех самых двух часов, которые требовалось отчитать ровно по этому самому естественному произведению искусства по имени Горный Таежный ручей. Я пошлепал навстречу своей судьбе. Неизвестно, что меня там ждало. Ветян, как уж и говорил, был здесь впервые. Я фотал берега ручья, которые оказывались с одной стороны палки красивыми, а с другой такими же, как многие горные ручьи этой местности. Вы сами можете осудить меня за эти некачественные, нехудожественные, я бы даже сказал, фотографии. Но мне совершенно не стыдно, потому что я не вижу ваших осуждающих глаз. Время шло, я встречал местами артефакты, которые являлись немыми свидетелями, осуждающими человеческую, грубую человеческую деятельность, приводящие к разрушению нашей экологической системы, в которой нам вместе с вами жить. Например, вот эта вот самая покрышка, сделанная из искусственного каучука, как нам говорят. И она здесь пролежет еще долгие годы, служа замечательным пособием по тому, насколько мы засоряем природу. Кроме того, в речке я встретил рыбью печень. Вы скажете, что здесь удивительно, ведь в реке и должна водиться рыбья печень. Но больше всего меня удивила не рыбья печень в натуральной реке, а то, где она помещалась. Обычно рыбья печень помещается непосредственно в самой рыбе, но в этой реке рыбья печень оказалась в странной неестественного формы, не похожей ни на какую рыбу в предмете. Вы можете наглядно судить, что это такое. Если я ошибаюсь, и это казалось какая-нибудь рыба-луна, можете отсадиться в комментариях. Но мне кажется, что это произведение съестного искусства еще из времен прошлой цивилизации. Прошел час, ничего не изменилось, вокруг меня была все та же самая действительность. Лес, берега, вода и я. По прошествии же полутора часов вдруг показался странный, совсем почти разрушенный мост, указанием того, что здесь проходила дорога поперек реки. И это препятствие оказалось слишком соблазнительным, чтобы на него не повезти. И я, не дойдя около 30 минут до точки рандеву с переходом на склон и героическим ползанием в него, где, возможно, таилась заброшенная таежная дорога, выбрал более легкий, хоть и страшно незнакомый путь, который меня вел по заброшенной, когда-то очень оживленной дороге вверх. Дорога петлей охватывала сопочку, и у меня оставалась далеко не призрачная надежда, что она меня и вывезет в скором времени на самую дорогу, которая все еще дышит. В отличие от данных. Заросший голос семенными потомками тех, кто рубили когда-то много лет назад и вывозили по этой дороге. На одном из склонов мне даже попалась клопока. Нужно сказать, это был последний кладезь этой ценной ягоды. Я набил ей свой котелок и теперь был уверен в своем будущем, что скудная пища, недостаток витаминов меня не подкосит на пути к желанному и теплому, надеюсь, еще морю. Дорога почти не подкачала. Она вывела на крепик, но он оказался немного не тем, потому что между ним и нужным мне плитом оказалась какая-то непонятная мне долинка. Я пометался по этой заброшенной дороге, понял, что она слишком заброшена, чтобы по ней хоть куда-то можно было выйти. И с очень вялым настроением начал спуск куда-то далеко вниз, самые чертоги тайги. Уже в пути, где-то в бамбуках, я начал страстно мечтать, чтобы добраться до самых низов, потому что воды у меня с собой не было. А там, на дне этого распадка, я был уверен, меня ожидал очень прохладный ручей. Чудо не случилось, вода действительно там оказалась. И впервые в жизни я обрадовался, что этого чуда не произошло, потому что это было бы действительно чудом, чтобы на дне подобного распадка не было воды. Я нахлебался по самые гланды и, цепляясь, и скользя по склону, полез вверх. Лезть было тяжело, потому что было много травы, деревьев, бамбука, высокотрави, укурунду и других не очень приятных растений, когда они идут все подряд без наличия какой-либо тропы. Но все-таки через минут 40-50 я вылез на ту самую искомую дорогу. Это оказалось самым радостным событием за последние годы моего жалкого отставания. Я даже почти на ней станцевал. Настолько приятно оказаться на поверхности, которая позволяет тебе идти, не раздумывая и не обливаясь потом, и слезами от жалости к самому себе. Дорога бежала куда-то примерно к северу. Солнце постоянно оставалось по левой стороне. Это означало, что где-то там был запад, а значит и море. Я не расстраивался, я знал, что так и должно быть. Мне нужно идти к северу, чтобы оказаться в том месте, где требовалось спуститься опять вниз по каким-то ручьям, чтобы подняться опять наверх, и вроде где-то там опять должна быть дорога. Но в этом я был не уверен. Но идти требовалось. Я шел. Шел я довольно-таки долго. Иногда я порывался ломануться по одному из ручьев, но стадо комаров меня вдавливало обратно на дорогу. Мне казалось, что все-таки идти лучше по дороге куда-то вдаль, не совсем неведомую, чем кормить. Слишком рано кормить этих проклятых комаров. Дорога петляла, то не петляла, то спускалась, то подымалась. Я не знал уже о чем думать. Но так как она шла в нужном мне направлении, я все еще не покидал ее. И вот она начала резкий спуск. Вокруг видны были деляны. Того самого леса, которого положил ветер с моря несколько лет назад. Пройдет еще несколько лет, эта дорога начнет бурно зарастать, а лет через 20 по ней уже не пройдет даже трудолюбивая лось, не говоря уже о человеке с рюкзаком. Поэтому нужно пользоваться моментом, их обидеть по этим самым верховым заброшенным дорогам, которые позволяют добраться в самых неприступных таежных местах. Но тем временем дорога рванула уже совсем не в ту сторону, и внизу бурно клокотала река. И эта река была она, река Кострома. Пустившись через очень-очень бурные заросли, мне очень трудно описать, какие это были заросли, я оказался внизу. У меня даже возникла мысль, что бы остаться здесь. Нет, пока не навсегда, только на ночь. Но посмотрев на часы, стало понятно, что еще очень рано, а до моря по такой местности идти придется мне таким темпом неделю. И сжав зубы и ягодицы, я пошел вниз по речке. Речка уже была достаточно глубоководна, полноводна, чтобы ее не взлюбить. Первые 100 метров я шел минут два. И вот тогда-то мне и стало страшно, что я никогда не приду к морю, и что вы никогда не увидите этого отчета. Но взяв себя в руки, я грудью проломил какую-то крапиву на берегу реки, и попытался срезать поворот реки. И получилось это у меня плохо, но тем не менее получилось. Таким образом, то пытаясь срезать через крапиву высокотравия эти повороты реки, то придерживаясь берега реки, когда она растекалась вовсю ширь, я топтал Костромскую землю в надежде когда-нибудь все же оказаться на море. Так шел час за часом. И вот часы возвестили, что еще немного, и сумерки сгустятся над моей непутевой головой. А значит, нужно искать место, куда поставить палатку. А я вам скажу, задача эта не из простых, и далеко не каждому, даже очень умному человеку, найти подходящее место под палатку. Но мне повезло, я оказался либо умным, либо везучим, потому что прекрасный пляжик распростерся прямо перед моим взором. И несмотря на несколько весьма свежих медвежьих следов, я был очень рад занять это место. И жалким, практически плаксивым голосом, я вымолил прощение у медведей, что занял, возможно, их место, и грохнулся вместе с палаткой на этом прекрасном, чудесном, ночевочном месте. Вскоре мои пятерки запылал огонь. Сумерки осветились светом его пламени, и лагерь погрузился в приятную бивачную плоту. Закончился еще один, а точнее шестой, день моего оброждения по тайге.